всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут катя и высочай рада здесь видеть и сегодня я хочу показать вам все то чем я занималась вместе июля покажу вам две готовые работы один набор который я собираю также две небольшие покупочки и свои новые процессы если вам интересно то продолжайте смотреть мне будет очень очень приятно если видео хочу начать вот такой замечательный любимый добрый уютный работы от компании told and garden который за это voice of the shepherd то есть зов пастуха как видите я уже закончила она у меня заняла вообще это небольшой кусок времени буквально может две недели хотя тут вышивать как мне кажется на пару дней но тем не менее вышло несколько недель потому что я люблю вышивать несколько сюжетов одновременно работа невероятная не смотрю и у меня просто душа радуется вот реально у меня улыбка души хоть завязочки пришли какая-то она такая знаете уютная нежная добрая что у меня просто я не знаю в общем она очень добро откликается в моем сердце давайте покажем превью вот так вот выглядит превью кто не знает у линейки told and garden в основном изображены точнее на линейке told and garden амиши тема амиши мне очень близко она мне очень нравится и я горю желанием вышивать и вышивать их как-то у меня если честно не за какой-то появился необычный большой интерес к старовером и кто смотрел мое видео предыдущие вышиваемый болтами я там рассказывал про староверов в мексике и я говорила что все видео о боже у меня удалились и я нечаянно нашла каких-то два небольших кусочка как живут молока не то есть староверы в мексике я вставлю в конце этого видео там буквально чуть-чуть но все равно чтобы вы поняли может он будет тоже интересно посмотрит мне все их ложки поварешки положки тарелки что эти собой привезли как они собственно говоря выглядели поэтому досмотрите до конца там вас ждет небольшой кусочек этого видео и вообще тема староверов для меня какая-то вот я не знаю супер интересная потому что мне кажется это так сложно сохранить я не знаю язык вверх жить только в своей комьюнити когда есть какие-то вещи как бы аутсайда и весь мир живет по-другому в общем для меня это удивительно также недавно посмотрела видео я оставлю вам ссылку на него внизу замечательное тоже видео на это снято как типа документальный фильм про староверов в бразилии теперь мне туда тоже надо я очень хочу там побывать и посмотреть как живут эти люди и для меня опять же эта тема остается загадкой также я кстати была когда на аляске тоже была в общине староверов я не помню вставляла и видео или нет но они точно у меня есть на компьютере недавно проверила если интересно и я их не вставляла когда там год назад когда я снимала подобное видео то обязательно включу тоже в какой-нибудь свое из следующих видео и вот когда я была у амиши меня настолько поразил их быт у меня кстати есть отдельный видео я даже сто раз про это говорил но вдруг кто-то новичок и не знает можете посмотреть у меня на канале не так много видео поэтому амиши вы легко найдете я вот привезла такую открытку я привезла много открыток которые раздарила его тебе оставила одну и я как не смотрю метки тоже добрые чувства воспоминания нахлынивают есть изображены сами амиши смерти не стоит за решеткой смотрят как эти в баллун как шары на готовится на взлетать и это такой микс старого и нового времени так интересно при вообще ческая красивая яркая открытка радует меня глаз и вообще это всюду где бы ни была тащу открытки с разных городов страны между такая нехилая коллекция накопилась также я состою в сообществе посткроссинг то есть отправлять открытки по всему миру также и получая их в общем тоже огромная же коллекция накопилась их надо бы остановиться потому что некуда это все девать и складировать вообще когда голова мишень такие интересные они оставляют всю свою еду который то есть они собирают кукурузу помидоры огурцы и лук на проезжей части на столе и ты можешь спокойно подъехать забрать и денежку потому стоит все просто нереальные копейки положить под какую-нибудь там баночку написано например возьми огурцы и положи например доллар под под коробку и для меня это так удивительно то есть они полностью доверяют людям они такие честные добрые я не могу ничего сказать их плохого я не знаю поэтому говорю все только самое хорошее в общем амише для меня это какая-то вот такая любимая точнее одна из любимых тем вышивки как мне кажется очень оправданно и вот у компании told and garden очень много достойных сюжетов которые я хотел бы вышить и обязательно буду их вышивать потому что они супер-пупер интересные так давайте уже начну рассказать работу то я тут уже про миши понеслась в общем работа у нас выполняется на тридцать втором каунте свой город в цвете ничего то есть у меня это двадцать восьмой аккаунт я взяла кашель потому что у меня глаза устали сорокового каунта я решила взять двадцать восьмой хотя вот на превью мне кажется что это как будто такой знаете коричневый цвет либо milk chocolate пермин прям совсем милк милк красивая работа кстати на цвете мукачок вот мне кажется тоже будет выглядеть очень достойно вот на гарем моя работа вышивала я мало быстро и и если честно я думала выше и уже за пару дней но потом решила что надо бы отложить чуть еще повышать так половину практически вышила за пару дней она невероятно простая здесь у нас есть крест немного полу крест есть вот в этой дороге backstitch два французских узелка и blend blend у нас используется вот здесь вот здесь на светлый цвет здесь темный и здесь микс светлого с темным чтобы такой переход красивого цвета я слышала про эту работу говорят что она достаточно сложная потому что здесь такой разброс крестиков здесь и здесь но для меня она казалась просто еще и рассущий пустяк супер легкой и мне было интересно и совсем несложно ее вышивать и вообще ничего не понимаю когда говорят что она сложная каждому конечно свое но для меня лично для меня было очень просто вышивала я все по ключу единственное что я заменила я сделай здесь вот четверть крестики чтобы овечки выглядеть более живенько так чтобы мордочка у них была более сглаженная такая красивая овальная можно их вычесть конечно пушистыми нитками будет наслаждаться вообще офигенно но я вышла вот так вот смотрите вот так красиво прямо по-настоящему передается вся глубина цвета льна хотя даже на жизнь чуть-чуть потемнее но вот так вот почему-то работа выглядит очень красиво хоть вот так держи супер легко если честно и даже не знаю что еще рассказать про эту работу здесь у нас бэкстич тоже простой в две нитки вышивается россыпь цветков которые крестик точнее как цветы и трава невероятно простые сердечко двумя цветами вышивается красным очень нравится чепчик одежда вам мешей не могу просто шикарная работа дым в одно сложение да в одно сложение точнее одной ниткой вышивается у нас очень простая интересная красивая работа от которой просто не оторваться по ключу можно было вышить вот тут бэкстич у меня через четыре клетки можно вышить в две но мне больше нравится когда он вышивается через четыре так как он более такой продолговатый выглядит и мне это конечно импонирует такой знаете такой совсем дереве деревецкий и знаете несмотря на то что здесь нарисованы не дети я не думаю что пастухи дети и они так достаточно далеко отошли от дома все-таки это как бы даль и но мне кажется что этот какие-то детки почему-то хотя кстати детки вам еще тоже помогают родителям приторговаться они продают такой знаете как рудбир я честно скажу не знаю из чего из чего и сделано это пиво но она безалкогольная из корня салатки я не знаю честно не помню но вкусные кстати также они продают какие-то там конфетки печеньки которые сами сделали в общем можно все купить и ребенка будет своя денежка так что они тоже помогают папе а женщины в основном торгуют вкусняшками которые сами пекут я пробовал них чипсы кстати очень вкусно самодельные очень они делают творог молоко конфеты печенье и шьют свою одежду также они занимаются петчворком то есть можно прям там купить все что хотите на месте также кстати их изделия поставляет в магазине например знаю что я покупаю час творог который сделан у амишей вкусный кстати кто не пробовал и кто скучает в америке по творогу то можете попробовать я из него делаю сырники иногда ну или из маскарпоне в общем совсем другая история но да молодцы ребята трудятся работают очень интересное для меня знаете вот в теме староверов для меня всегда интересно как люди могли сохранить культуру ценностей и язык что вообще просто для меня непонятно так как я живу не знаю долгое время в америке у меня язык какой-то не то не сё не русский нечистый не английский но может потому что я не слежу все люди в моем окружении общаются на двух языках и как-то мы все друг другу очень хорошо понимаем общем вот такая замечательная работа я буду еще вышивать что-нибудь у лавандер андлей стол дэн гарден или баттернет рот для меня это все примерно одно и то же не знаю в этом году не в этом но мне очень хочется вышить earth dancer давно хочу уже четыре года почему-то что-то меня останавливает покажу вам сущую работу кто может не смотрел в том году мои видео у меня есть такой санта от лавандер андлейс тоже очень винтажный красивый и почерк лавандер андлейс очень конечно узнаваем вот этот бант мне просто с ума сводит вот эти вкладки складки они шикарные ну и бляшка конечно просто супер знаете вот эти работы винтажный я их называю винтажный потому что для меня они винтажный они не доставляют удовольствие и я в них не вижу ничего такого едкого ну как сказать не за кита супер ярких цветов они то есть от них не устают глаз они какие-то вот я не знаю красивые очень я не знаю приятные глазу что это очень важно так как вот например у меня висит итальянская такая деревенька но я называю итальянская деревенька один мяч из голубая вышита у мамы в и я когда к ней приезжала я смотрю эту деревню мне просто надоело и еще и вышивала год потом еще она висит и я думаю нет не хочу на тебя смотреть а вот эти работы они очень красивые просто такие приятные глаз в общем буду что-нибудь вышивать и как видите я каждый год вышиваю что-нибудь из этой серии но я наверное попробую все-таки рожденсер но посмотрим хотя вот индийская тема это еще одна моя очень любимая тема в общем я люблю все что связано с историей с какими-то иммигрантами для меня это все очень интересно на тему амишей набор который я решила собрать называется evening shadow извините сейчас будет громко наверное я собираю нитки на набор evening shadows я вставлю вам картинку вставлю вам могу ставлю сейчас лилей покажу вам картинку чтобы вы понимали чем я говорю и вот я порыла своих запасах и нашла все эти нитки которые у меня есть также у меня есть вот это точно цвет вот этот вот этот вот этого не помню и вот этого непонятно есть два цвета я не уверена а вот эти вниз присутствует других наборах которые тоже собрала подбором то есть если я открою свои запасы тем я надеюсь я чуть найду эти два цвета но если нет то можно подобрать димси общем как видите я могу спокойно вышивать про некоторого цвета на 17 051 у меня просто какая-то вообще 052 у меня просто огромное количество с третьего такая огромная пасма и я думаю тут хватит не на один от шифа должна 2 может и на 3 кто же знает я буду вышивать но не уверена что в этом году это сюжет вышивать у нас на 18 иди я буду брать 28 или вы я знаю что расход не так увеличится но мне очень нравится эта основа она у нас придется хобби лобби языки то еще 6 долларов я не знаю копейки нет ну вроде копейки основа мягкая приятная в общем мне кажется она как и нельзя кстати подойдет вот такой цвет айвори я уже не вышивала в общем мне кажется самое то на 18 каунте не хочу вышивать мне 18 каунт не нравится и не подходит в общем да собрала почти сюжет надо еще раз перепроверить все свои нитки чтобы быть уверенным что этот сюжет у меня собран точно все еще распечатать и можно уже начать вышивать надеюсь этот сюжет когда им кстати перевыпустят и у всех будет возможность его вышить что касается перевыпуска я ничего не покупала с три выпуска и я очень хочу купить почтальона но насколько я знаю он уже раскуплен и ни в каких группах его нельзя найти но это насколько я проверила может я конечно не там смотрю я скажу честно что я вообще полный ноль в каких группах я ничего никогда не заказываю вконтакте то тоже сижу почти не сижу в общем вот так если вы знаете что кто-то продает почтальона по божески цене то есть не за 300 долларов и за 200 то пожалуйста дайте мне знать мне было бы очень приятно я выкупила конечно и сюжеты тоже начала вышивать тем более называет 100 на 16 на 14 основе и у меня всегда нравился как только я вообще открыла для себя диманча думал вау какие красивые цвета какой все такое деревенское я еще так люблю все деревенское и конечно мне тоже срочно надо вышить этот сюжет а и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бисер. Бисера осталось здесь тоже так много, что супер, конечно. И может не радовать. Весь бисер я раскладываю по пакетикам, то есть в каждом пакетике я например, пишу какой-то определенный цвет и выискиваю бисер. Где-то у меня уже, в некоторых пакетиках у меня уже полностью бисер забит под чистую, под пакет. Некоторые сюжеты, наборы я дарила, остатки. Что касается продавать, я их не буду, потому что мне кажется это как-то странно продавать остатки. Это лично для меня мне кажется странно. Кто хочет, тот продает. Я считаю, ничего такого нет. И если сюжет вышел с производства, и например, его никак не найти, схемы нет, ничего нет, и остается купить только остатки, то я бы с радостью их купила и даже бы глазом не моргнула. Но лично я продавать не хочу. Мне кажется, ну это точно не для меня. Подарить да, а продавать нет. И конечно же бисер, который просто, не знаю, сразу бросается в глаза, это вот такой вот сиреневый. Хочу показать его чуть поближе. Его осталось много. Он такой яркий, красивый. Вот эти бисеринки, которые такие, да, лимонные конфетки их называют, и апельсинчики, их очень много, и они присутствуют почти в каждом, мне кажется, осеннем сюжете. Так же, как и вот этот ярко- такой оранжевый цвет. И зеленый очень, кстати, тоже популярный. Очень красивый оказался вот этот бисер зеленоватый. Ну, желтый-то тоже, но зеленый просто вообще порадовал. Красный, в общем, все очень красиво. Остатков много. Пока не придумала, что с ними делать, куда их применить. В общем, у меня оказалось так много накоплено этого бисера, надо срочно уже вышивать что-то подбором. А подбором я вышивать просто обожаю, так как мне нравится процесс сборки, что-то искать, бегать, покупать, выискивать. В общем, очень-то интересно. Вот. В общем, вот тут бисеринка немножко у нас подупала. Вот так вот выглядит сюжет поближе. Как видите, здесь у меня досталась немного бракованная бумага. такого, 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 такого она облезлого цвета, но я ее не стала заменять. Мне кажется, вот так вот даже ничего не видно. Вообще, эта работа стоит у меня на столе, и меня радует вообще каждый день. Такое смотрение, ага, какой красивый сюжет. Несмотря на то, что у нас лето, для меня, не знаю, нет проблем вышивать осенние мелхи. Ну, наверное, надо что-то снять и поставить летнее в рамку. Тыква классная. Вообще, все здесь клевое. Вышивается мега просто. Пришиваю я бисер, аппетит, который маленький, да, у нас, крестом, другой обычный бисер полукрестом. Знаю, что многие делают по-разному, но мне нравится так. Также я использую одну нить, в одну нить пришиваюсь, у них две, как рекомендовано. Мне кажется, в одну хорошо все держатся. И вы посмотрите на вот эту иголку, чтобы посмотрели, где она тут. Ну, как у нее можно запихнуть две ниточки. У нее такое маленькое ушко. Ну, конечно, можно, но это я точно так не смогу сделать, поэтому мне тяжело. Все те, кто заменяет на Юли нитку, я это не поддерживаю, потому что мне кажется, как и ящик, ну, не только, мне кажется, как и заявляет производитель, например, иногда один и тот же бисер может пришиваться разным цветом нитки, DMC, то есть за счет этого создает такой эффект другого цвета, то есть оттенка. Поэтому мне кажется логичнее пришивать все это дело нитками DMC. Очень красивый сюжет. Вот эти цветы мне сначала, я их, кстати, не видела, но они мне так нравятся. Они такие красивые, вот прям цвет так красиво передается, отражается. Он еще, знаете, такой, вот здесь у нас такой малиновый цвет, здесь сиреневый и красный бисер просто вау, шикарно делать свою работу. Здесь беленький такой затесался, желтенький точнее. Красиво. Мне кажется, немножко от превью отличается, так как, если вы посмотрите внимательно превью, здесь у нас вот такой достаточно темный бисер в листочках. Что касается моей работы, то у меня более такой розоватый, красноватый, но тем не менее мне очень нравится. Вот этот, смотрите, бисер с зеленцой, который у нас, смотрите, как красиво он переливается, правда? Пуговка не очень качество, как бы нормальное, но бывает и лучше, так как набор у нас более-менее новенький. Можно, конечно, вышить, был на льне, и мне кажется, еще такой красивый винтажный будет, красиво смотреться на льне, но я решила вышивать на перфорильные бумаги. Почему-то мне пока очень-очень нравится, но тут у меня случилась печаль, бумага порвалась, но и в этом сюжете в другом, поэтому я советую все-таки, наверное, кто не очень любит бумагу, то заменять, так как эти все-таки сюжеты не очень долговечны. Например, если уживать кухонную серию, там какие-нибудь там цветолочки, травы, кухню, и повесить вот так вот эту рамку с этим сюжетом без стекла, да даже стеклом на кухне, и случится потоп, кто-то там тебя соседи затопят, либо цунами, ну это что у нас больше цунами, а в России соседи затопят, то бумага испортится, и придется все вышивать заново, а все свои схемы я выбрасываю, я не зачеркиваю, даже жалко выбрасывать, ну не жалко, но зачем они нужны, и наверное это нелогично, как-то неэкономично, и в общем не нужно, но это лично мое мнение, я столько раз сказал это видео, лично мое мнение, конечно, чьи же еще, если снимаю видео я, но тем не менее, мне нравится вышивать на бумаге, следующий сюжет, который я начала, стыдно показывать, но начала, ой, начала, Кать, так начала, вот это я начала, баклажаны, вот у меня, вот, баклажан, я помню, какая-то роль была в школе, я была то аистом, то баклажаном, и я помню, у меня была такая, не знаю, вырезанный такой баклажан, с бумаги на голову наклеенный, я говорила, баклажановая игра всем полезна и нужна, поэтому с детства у меня какое-то отношение к баклажану очень доброе, хочу сказать про бумагу, кстати, некоторые люди, многие, как и я раньше, не смотрят, с какой стороны вышивать, вышивают, просто берут, достают и вышивают, но на самом деле эта бумага имеет лицевую сторону и изнаночную, если правильно сказала, как видите, вот эта, она более часть такая шершавая, и у нее есть вот такие вот, как бы, несовершенства, совершенства, если слышали вонючку, это у меня там такой звук, эта вонючка висит у меня, распыляет вкусный запах в квартире, пшикает, в общем, видите, она немного такая вот, шершавенькая, не гладкая, с этой стороны бумага идеальная, поэтому обратите на это внимание при отшиве на перфорильной бумаге, как видите, у меня тоже нагнется, мнется, поэтому лучше всего хранить, конечно, мелхилл вот в таких рамках, либо я храню их в папках, но очень хочу в этом году сделать себе шкатулку с наборами, где буду хранить наборы и вышитый мелхилл, аккуратненько, в общем, моя цель, цель номер один в этом году при оформлении, в общем, буду оформлять, кстати, тут начала смотреть сегодня видео, еще не закончила, Маши Крэйзи не видела, как она оформляла свои работы, 6-7 наборов за, ой, наборов сюжетов, за 3 500, по-моему, и у меня так улыбнулось, потому что я родилась в городе-острове, и я там тоже оформлялась вот эту итальянскую деревеньку вообще за 400 рублей, и меня тоже спрашивали, где ты это оформила, потому что таких цен в России давно кто-то не видел, и я такая, да, вот у нас, а когда я пришла и говорю, вот можно мне оформить работу, так-то, так-то, долго выбирала, 3 дня, наверное, ходила, все, мучилась, как мне выбрать, какой паспорту выбрать, какой сюжет, какую рамку, и когда мне сказали там, ну, я думала, будет, не знаю, там 3-4 тысячи, мне сказали, 400 рублей, я такая, я такая, чего, не поверила, мне сказали, 400 рублей, я такая, окей, перфект, беру, в общем, в этом году тоже повезу свою любименькую багетку, оформлять свои работы, но, наверное, немного, так как все-таки, куда это все добро мне вешать, еще с переездами, вечно их таскать в чемоданах, не очень удобно, но хочется видеть свою оформленную работу, а вот шкатулки, и какие-то небольшие сюжеты, это, мне кажется, самое то, в общем, всем советую ехать в остров, оформлять там свои сюжеты, кстати, в Обскове, при оформлении в багетку, стоимость отличается, она может стоить дороже, но, насколько мне сказал багетчик, острый, потому что я его знаю, у нас как бы город небольшой, и все это кругом знают, все знакомы, мне сказали, что все равно все работы отправляются в Обсков, и многие в обсковскую багетку, и они вместе там оформляются, поэтому стоимость там в острове дешевле, но оформляют одинаково, не знаю, замудрила, не замудрила, надеюсь, вы меня поняли, в общем, что я тут разговорилась, вот, такие котики, знаете, когда я их смотрела, они мне сначала не сильно так понравились, думаю, ну, котики, котики, ничего особенного, а сейчас смотрю, и думаю, батюшки, это же котики, это же они, мои любимчики, любимые котики, обожаю котиков, и обожаю яблочки, тыквы, нравится, кукурузка здесь такая, прям такой осенний сюжет, вот эта корзина, конечно, шикарная, урожай, это они тут сидят, продают, точнее, они даже не продают, но это продается, но они либо продают, либо сторожат, чтобы никто не подходил, вот эти вороны интересные, вот смотрите, видите, луна, и вот это летучие мыши, да, и мне кажется, вот если вот так вот подальше отвести, что это овечка, которая просто налопалась, чего-то, вот у нее ушки, мордочка, и такое большое тельце, а тут от нее такой пух летит, на самом деле, это луна, она первый раз, когда видела, потому что это овечка, рамка просто шикарная, здесь пуговица пришивается, вот на раму, пришивается, приклеивается, но я так делать не буду, я просто, наверное, не буду никуда ее отручевать, и все, так как эту пуговицу, я могу использовать в своем другом сюжете, с другими котиками, в общем, котики, люблю котиков, котики, да, много в моей жизни пуговица, опять же, такой же органайзер, для меня супер простой, универсальный, сейчас, видите, будет громко, поэтому, когда я показываю Нюхил, и так понятно, что сейчас будет все шершать, вот такой красивый бисер, здесь уже, конечно, два пакетика, красивый, очень часто используемый цвет, я уже, когда смотрю на бисер Нюхил, я примерно даже цвета знаю, и хорошо в них ориентируюсь, в общем, да, вот так-то, тот же, и пуговичка, как видите, она не супер классная, есть сколы, не до красы, и она у нас не гладкая, вот такая прям какая-то шершавенькая, цвет у нее не яркий, не очень красивый, потому что вот эти пуговки, которые вышиваются у нас в старых, использовались в старых сюжетах от компании Нюхил, они, конечно, очень гладенькие, такие яркие, приятные, а это вот такая тыква, которая мне, конечно, не особо нравится, ну, сравнение, если говорить так, нравится, и, ну, что делать, буду, в общем, вышивать этот сюжет, надеюсь вышить его вообще за какие-то пару дней, буду вышивать. Милхил, еще Милхил, подъехал, сегодня мне пришла посылка с такими Милхилами, кстати, участвовала в аукционе, где было 7 наборов старого Милхила за какие-то вообще такие копейки, если на русский перевести, это 800 рублей, но я не выиграла за каждый, и, ну, конечно, плак-плак, очень жалко, но что делать, я вообще не смотрю ни на каких сайтах, ничего общего не покупаю, не хожу по сайтам, но иногда мне что-то забредет в голову, я зайду на ebay или какой-нибудь еще, посмотрю, что-нибудь, нет, выбью, Милхил, я что-нибудь увижу, беру, нет, так не беру, в общем, я не охочусь ни за какими сюжетами, целыми днями не сижу на сайтах, ничего не выискиваю, не покупаю, то есть, если захотела, пошла купила, но вот так вот листать, с вами днямки, это дело раньше, у меня нет на это времени и желания, вот, такой сюжет, который я давно уже видела и все как-то не покупала, не знаю, зачем купила, просто зашла, думать, что-то купить, тем более он стоил недорого, как обычно, Милхил, вот, видите, пуговица, вот добротно сделана, вот сравните, вот эту пуговицу и вот эту шикарную, гладенькая, приятная, такая прям, нечто, и мне это, конечно, очень нравится, я его не открывала, так как только получила, не знаю, буду, не буду, наверное, конечно же, буду в этом году вышивать, в общем, хочу показать пакет с бисером, но он от меня ускользает, плохо видно, но извините, в старых наборах, конечно, видно, что бисер такой старенький, но мне все равно, у нас, так я понимаю, 96-й год, при этом пуговица 93-й, а у котиков 2006-й, вот, моя красавица, Ванда, вышла, интересный сюжет, он для меня перекликается сюжетом Бу, который я вышивала недавно, посмотрите, мое прошлое видео, там тоже такая тыква, и она, ага, это вышивается полукрестом, я так понимаю, в 4, либо в 6 сложений, то я вышивала, такой смирно стич, алжирским, по-моему, глазком, по-моему, так называется, русский, точно не помню, в общем, давно смотрю сюжет, но мне не нравилось, так как здесь такая рамка достаточно большая, но потом я что-то смотрю и думаю, батюшки, это же кудряшки, такая кудрявая, такая красивая, и он забавный, вот этот сьют у него такой, я подумала, надо, надо купить, и купила, в общем, пуговица, ой, кто-то там кричит у меня в коридоре, пуговица, вот эти тоже такие свисающие нитки, классные, в общем, забавный сюжет, вот не знаю, нравится мне Синий Милхилл, вот хоть ты тресни, особенно старый, старый винтаж, люблю, все, что касается нового, я окей, но мне нет такого, что вот этот, например, новый, да, и я на него не смотрю, так как смотрю, например, на вот этот, потому что вот этот мне интересно рассматривать, у него разные техники, он действительно очень интересно вышивается, и, но он забавный, какой-то вот, такое, знаете, как будто бы какая-то немножко не проработка, не такой он четкий, не такой прям гладко вылизанный, красивый, шикарно там продуманный, а такой простенький, но прикольный, и такая она смешная, Джек едет, ой, еще таких на колесах, я не могу, посмотрите, ну даже вообще так мило, вот когда смотришь эти элементы, так интересно становится, здесь у нас бленд даже будет, в общем, да, классный сюжет, и уже хочу начать, но надо сначала котиков закончить, в общем, это было, пожалуй, все про Милхилл, и так далее. следующий сюжет про который хочу рассказать это моя покупка обычно про покупки я особо-то не снимаю видео но тут невозможно не сказать этот сюжет который риитетный я вообще нигде не видела и в продаже только минимум за 107 долларов это это был всего один набор и сейчас он кстати висеть на ebay и я купила барабанная дробь тогда тогда на 10 долларов 10 долларов за такой шикарный сюжет он конечно раритет и это вдвойне приятнее такая вообще я была радостная когда его приобрела что я просто не могу описать свои эмоции с честно я его купила на сайте offer up как мне кажется это что-то вроде нашего авито русского хотя ведь ничего не покупала но примерно так же и мне за ним нужно было ехать целый час в одну сторону час другую ко мне приехала подружка в гости такая так вопрос жизни и смерти мы должны забрать этот набор поехать и конечно поехали забрали но она тоже такая история я не спросил номер телефона только адрес приезжаем женщина так как сейчас коронавирус должна была оставить набор на улице на столе и попросил меня положить деньги под свечник под свечник под подсвечник и этого набора нет звонка нет ворота далеко от дома что мне делать не знаю в общем там плясала только так возле дома откроете откроете это я никого там не очень полчаса я там все ходила возле дома такими кто-то заметила и мне вынесли этот набор сюжет я купила все за 10 долларов в общем я была так счастлива вы знаете я никогда не гоняюсь за раритетами мне и вообще принципе я за покупками так не гоняюсь это вообще особо в общем отношусь очень спокойно но когда я вот так вот хоп открыла там сайт увидел сюжет за 10 долларов и мне очень нравится все я люблю покупать какие-то интересные сюжеты дешево также я люблю собирать наборы и в общем то собирать это выискивать в общем мне нравится вот этот сам такой драйв сюжет который такой красивый посмотрите пожалуйста него внимательно моего вышивала насколько я помню светлана горелкина он просто не обычный для меня он был новый запечатан точенец я что я заговариваюсь я бы хотела но он был открыт и здесь идет у нас извините вы слушать все включено дав набор но вот аида приятная мягенькая нитки самая главная ценность здесь по ключу идет 4 пасма то есть да с бантиками с этими шерстяными нитками и что вы как бы вроде и должно идти но их здесь так мало все таки это gold collection это не обычная серия поэтому я вот не уверена все ли здесь присутствуют ниточки либо нет я не нашла в интернете ни одного отшива на ютюбе кто бы вышивала оригинальным набором и показывал вот все такое состояние да то есть комплектующие то есть когда вышла слон горелкина она уже перемотала на бобинки я не могу посадить все ли здесь нитки либо не все но я так как еще не считала примерно то есть я догадываюсь что все так как нитки в наборах американской сборки очень старые да очень старые надо старые очень тонкие и мне так полагаю что они все здесь в наличии но я надеюсь и может приснили наличие но что же делать что же делать тоже делать я думаю что все будет окей и все будет в наличии этот сюжет мне кажется можно легко выжить подбором потому что как видели уже не так используется немного также основных цветов здесь тоже немного которых указано много по сам черный это вообще легко найти вот это тоже легко заменить надеемся этот это все-таки светло-коричневые оттенки 98 red brown и белый ну это понятно остальных ведь здесь не так-то много используется ну и туда схема схема меня удивило так как она такая простая я таких простых схем у дима наверное был то легче ничего не видела например на этот домик он так просто вышивается здесь нет даже такой димовской зелени все мега просто это вот я своим невыраженным глазом сейчас момент мне очень нравится красивый такой сюжет очень хочется начать прям с него здесь насколько я знаю много блендов у нас будет так кстати я смотрю сейчас и понимаю что они правильно блендов да здесь блендов нормальненько так смотрите да ну ладно здоровский сюжет хотелось бы вам рассказать про чарльз высоцким который является художником у меня кстати есть еще один набор его я почему-то думал что у меня больше может еще есть но вот насколько я помню тут я кстати отражаюсь ля-ля вот этот у нас называется козиков очень смотрите вот я прям смотрю себя как зеркало вышивается на 18 основе и он очень популярный здесь у нас написано кейп код я там была я уже тоже миллион раз рассказываю видео показывала у меня есть вот такие открытки которые тоже разыграл на своем канале и такая еще интересная открытка как будто крестиком не как будто бы так и есть как канва и крестиком вы что смотрите с этого острова на этот остров славится тем что у него 7 маяков и кстати находится в штате массачусетс это была не один раз обожаю обожаю кейп код для меня это какой-то одно из любимых мест и очень красиво признаток кстати такой сет уже открытку чем-то две открытки которые я оставила себе там вода конечно все безумно теплые океане вот эти не такие интересные домики он рисует на такое все такое старое американское насколько мне известно его жена была то ли сна такет острова то ли скейп кодом сна так это поэтому он часто рисует именно те сюжеты так как они ездят с женой к родителям в гости где-то читала очень давно наимилейшие сюжеты просто вообще невозможно оторваться но опять же на 18 основе я не хочу вышивать на 18 но вообще увидела его вы просто шикарно потому что все таки его все равно буду хотелось бы вам немножко прочесть про чарльза высоцкий чарльз высоцкий родился 1928 году в городе детройт штате минчиган его отец эмигрант из польши который проработал на конвейере ford motor company более 35 лет дальше буду немножко своими словами что все не химии зачитывать когда он узнал что его сын увлекается искусством он был не в восторге но мать чарльза высоцкого мария была очень рада и всячески его поддерживала когда у чарльз высоцкий учился в школе он конечно давал предпочтение больше искусству чем каких-то техническим классом после окончания учебы по специальности дизайна рекламы чарльз был зачислен штат независимых художников в детройте 1955 году 59 он переехал в лос-анджелес где создал агентство свой вместе с тремя другими художниками называется на группу west она стал очень прибыльным в то же время он познакомился будущей женой которая дал их я уже ранее упомянула была из восточной америки и они вместе жили и путешествовали в начале 60-х он зарабатывал огромные деньги как коммерческий художник но его сердце было отдано простому стилю ночью по выходным он работал над своими картинами после смерти отца он продал на аукционе множество картин оценив свой успех чарльз решает оставить коммерческое искусство раз также публиковал поздравительные открытки через данкан макентош и плакаты через бернард пикчер кампани вот это бернард пикчер кампани она очень известная и так как она известна на не делали мозаики картины тарелки очень все что угодно разную такую три бочку с картинами и эти работы например тарелки и мозаики можно идти в вообще в любом магазине в америке например как таргет где качественно специализированно продаются также на каких-то барахолках я часто видела когда мимо идешь там гараж сел очень часто продают вот такое старенькое барахло и вот конечно благодаря мозаикам кружкам кива тарелкам плакатам часы также приобрел свою популярность в простонародье то есть не только в ассоциации художников да кто его знал после того как он заключил договор вот с этим агентством его картины не перестает появляться в печати множество образов чарльз также путешествовал по стране проводил семинары в галереях по всей америке он выиграл множество наград за свои работы также опубликовал две книги in american celebration в 1985 году и heartland в 93 кстати интересно было бы эти книги найти и умер чарльз высоцкий 29 июля 2002 года в калифорнии я вам оставлю ссылку где я прочла эту информацию хоть на самом деле а чарльз высоцкий очень много информации можно найти и я прошу вас пожалуйста если вы интересуетесь его картинами посмотрите как они выглядят они были просто потрясающими такие интересные что я не знаю хочется разглядывать каждую детальку и вот это дочь point от картина на конечно для меня не калифорнийская так как здесь у нас дерево осень таковите золотая и в калифорнии немножко не так деревья конечно же не опадают мне кажется что это как раз таки вот восточное побережье где-то как кейп-код что-то вот в этом роде и посмотрите какие красивые детальки отослала как-то своему эту картину эту картину к своему другу игры смотри я купила такой набор он такой что это за пингвин сидит а потом смотрю точно собака странно что он там сидит это либо какой багаж либо может картины красивый сюжет в общем просто невероятно и я кстати люблю больше калифорнийскую осень несмотря на то что на том побережье осень мне кажется много красивее и она такая яркая насыщенная все в ярких красках безумно красивая я вот когда там была осенью и не могла налюбоваться на все эти деревья такой прям они я не знаю золотым облаком так как деревьев очень много золотым облаком просто не знаю покрывает весь город и очень красиво выглядит но калифорнийская осень мне нравится больше так у нас когда хэллоуин самая такая теплая погода не жара не холодная очень комфортно и не знаю мне прям очень очень нравится вот в общем вот этот замечательный сюжет я буду вышивать либо этой осенью либо уже в следующем году но обязательно буду так как ну невозможно невозможно просто пройти мимо конечно же чарльз высоцкий очень популярный наверное люди меншинс поэтому они выбрали очень много его сюжетов я думаю они все очень известны например ту ту пуп по называется усталый кот макинтош хилл милл очень много сюжетов известных поэтому обязательно прогуглите также с котиками у дименшинс много сюжетов чарльз высоцкий супер популярный интересный классный художник вот что я хотела про него вам сказать помимо от этого сюжета до купленного я купила еще очень много тканей и ниток не будет показывать просто рассказать что кто ждет отшивку от этого сэмплера который сейчас он достану я его не вышивала в этом месяце но планирую вышивать осенью чтобы к новому году закончить так что здесь я купила нитки которые сняты не то что сняты из производства так карантин приостановили свою работу фабрики до которые красят нитки я пошла в магазин и купила три пасмы ниток которыми закончились я просто обалдела так как есть на сайте не стоит 219 250 стоили раньше сейчас их по моему нет может уже запустили то я их купила за 5 долларов там с чем-то не вышли 16 долларов 3 цвета и я такая о май гад это можно купить целый маленький голд петит либо вот 10 долларов сюжета здесь только три нитки при том переходы не видны наши делать в общем хотела вам пожаловаться немножко не только рассказывать какое чудесное прекрасное но ничего это страшного нет я думаю это абсолютно нормально все таки надо было думать головой когда я брала сюжет но я не бесту в этом и таки еще и вышивала в этом месяце вот такой сюжет они меньше покажу вот такой велик байсикал афтерна вышиваю подбор нитками дима сейчас где-то здесь у меня есть даже димси вышла немножко вот этой жести желтой это просто очень тяжело мне дается и вот начала вышивать домик это самый сложный сюжет у компании дименшенс серьезного для меня это просто какая-то невообразимая тяжесть очень тяжело и я психовала я его откладываю итоге решил отложить и просто себя не мучить но когда сейчас смотрю на вот эту часть она мне так нравится мне кажется вот я приехала на этом мопеде на велике сняла шляпку положила и пошла вот так вот так так в эту калитку открываю но едой и вот это просто я не знаю как это невообразимая красота трава до высокая которая мне по щекотку и даже выше может по колено так как я небольшого роста на щекочет мне все пятки я прибираюсь сквозь вот эту траву захожу открываю эту калитку на деревянная она скрипит я такая облезлая и я захожу в сад который благоухает не знаю вкусными какими-то плодами цветами и я просто наслаждаюсь иду дальше и вижу это шикарное небо для меня это небо кстати она выполнена видите в разных цветах то здесь есть blend не однотонная и я вот эту а сейчас знойная жара иду потом и захожу в дом вот я какие-то такие ассоциации для себя провожу когда смотрю на этот велосипед он мне дается очень тяжело на хочу его завершить так как я планирую лететь домой в этом году и наверное останется там долго а я участвую с ним в сп и кростич люды вышить 7 сюжетов в общем не знаю надеюсь я его успею вышить и наверно плюс умею брать себя в россии чтобы там его завершить но как-то он не не дается но сюжет классный классный не спрашивают про долгострою у меня вообще нет ни одного долгостроя все работы я вышиваю начинаю и заканчиваю это единственный процесс который который у меня год но что делать в общем максимум процесс у меня от один год все остальное я вышиваю я не люблю долгостроя для себя их не приемлю не понимает такой человек который что-то начал обязательно нужно закончить я не могу когда что-то лежит меня ждет и я про это знаю общем это точно не про меня следующий сюжет над которым я работала это вот такой классный dimensions который называется северная ночь я его вырезала насмотрелась крустя чудовида если говорить что вот это полная да картинка мешать ее раздражает так часто переезжает я подумал так я тоже так делаю поэтому такой жизни живу кочевника поэтому мне тоже надо все это вырезать и чтобы меньше всего было и да знаете мне понравилось и такая картинка маленькая это поставлю перед собой когда вышиваю вдохновляюсь они вот полностью огромный лист в общем вот такой классный сюжет я его начинала в этом году в январе по моему у меня было вышло вот совсем такая маленькая часть у меня он стоял в планах и сейчас он очень популярен в инстаграм я просто на него натыкаюсь не замуж что только в моей ленте он популярен его многие вышивают что конечно же меня очень радует так как я еще больше хочу уж и валют сюжет я насмотрелась на это не об этом мне тоже мне тоже надо я начала вышивать его с этой части осознанно обычно я начинаю либо середины либо с левого верхнего угла осознанно потому что здесь как видите очень много полукреста то есть вся работа состоит из полукреста почти да и вот эта часть основная она как бы самая сложная вот это как мне кажется она самая нудная потому что здесь темные цвета опять же если мы говорим в самой дудной смысле так как здесь ярко красиво здесь вот такая одна темень и все вышивать конечно же интересно и поэтому я начала отсюда так как у меня есть запал и я быстренько вы еще думала вы все вот эту часть собственно говоря я это и сделала но потом я думаю идти вниз вышивать в эту лодку и так хочу что это небо и я пошла вышивать это небо в общем небо просто шикарное такое красивое кстати на самом деле на оригинальной картине так как это естественно по оригинальной картине разработка нет в этой лодке то есть dimension сам дорисовал эту красную лодку он очень часто дорисовывает что-то чего нет в оригинальной квартире картине ну и в квартире тоже да нитки нитки я взяла вот так вот заплела в косички кстати когда многие говорят так вот кладут угадайте какой процесс я буду сейчас вышивать блин я никогда не угадала я я не знаю как люди угадывают нот действительно как понять какой сюжет одно дело если ты уже его вышивала ты как бы пример недавно или примерно знаешь какие там нитки используются и тогда можно гадать а вот так вот это конечно же вообще не то это пальто я это не понимаю но хотя и в один сюжет и одна девушка писала угадайте какой сюжет и начала и там одни сиреневые нитки но там было понятно что птички птички и сирень в общем мне так удобно я все вытаскиваю с конца косички либо если мне не хочется я просто делаю здесь надрез сверху и также спокойно вытаскиваю нитку основные цвета у меня так и хранятся на таких оригинальных это что это на бобинках но не бобинки на закрепках мне так тоже удобно я ничего не перематываю тоже вытаскиваю и вышивать так перематывая мне кажется что даешь больше времени но это у меня то дальше черный цвет у конечно так и есть черный цвет кстати спасибо за ножнички не подарила моя подписчица до сих пор не пользуюсь вот ведь они в этой работе у меня лежат схема схема здесь как мне нравится ключ лежит отдельно что для меня супер важно так как он находится не на какой-то здесь из сторон что абсолютно неудобно всем мне это все очень нравится и давайте покажем саму трубу тут и заболталась не показала вот вышивая сейчас буквально вчера переодела пяльца вот это небо вот быть быть точным вот эту часть сейчас нему давайте стареется но так как она у меня на пальцах не пугайтесь она будет у меня очень мятая конечно же вот изнанка у меня ковер вот это все выглядит вот так да конечно не так приятно когда она поглажена постирана но зато можно немножко увидеть лучше чем в пальцах когда вижу работы которые вышивать на станке и вот это такое еще шикарное небо я прям вообще тащусь тоже хочу станок но мне кажется что я не смогу на него швать так как я достаточно подвижная и потом том же месте мне вышивать неудобно вот моя работа тут немножко конечно крестики примялись от пялец но я думаю они потом выровнятся ничего страшного не произойдет такой прям лес глубокий так красиво здесь уже мне есть все везде бэкстич но его не видно так как очень темные оттенки здесь используется есть бэкстич в одно сложение также одной ниткой зачем два сложения и в одно вышивая бэкстич так как нарисована по схеме вот видите сейчас вам покажу здесь например бэкстич вышивается смотрите через одну клеточку он через 2 1 2 и вот как бы по таким зазубрином можно проследить как идет бэк и я не знаю все так вышивать нет но я всегда по разному теперь вышиваю строго как указано по схеме также я смотрю превью здесь по превью абсолютно также можно наблюдать что здесь вот одна клеточка 2 1 2 и вот так же и собственно говоря абсолютно также я и вышиваю вот этот сюжет и делаю бэк очень простой серьезно очень простой сюжет элементарно к это легкая работа даже не скажу что это gold collection кстати вышивается она в 2 в крестик 2 сложения в одно сложение господи в крестик полу крестик и полу крестика здесь идет в 4 нитки и в 3 то есть она варьируется и из-за этого создается конечно такой красивый эффект очень хочется уже вышить небо надеюсь в этом году я завершу эту работу но опять же не знаю но не планирую некую другую пока начинать пока вот эту не завершу ну хотя бы чтобы у меня была завершена вот эта середина потому что я так соскучилась по синему цвету только его и вышивать хочу больше никаких цветов и не нужно такая вода красивая палатки огонь палатка так все прям все что я люблю животные лес огонь палатка лодка деревья северное сияние война в общем красивая работа мне кажется на очень красиво будет оформлена в такую найти состаренную интересную темную деревянную раму опять же и глас сланы горелкиной такой интересный багет она вышивала это все этот сюжет только про светлана горелки в общем на красивая работа особенно вдалеке мне прям очень и очень нравится как смотрите красиво свет передается от огня мне кажется будет очень здорово смотреться эту работу я хочу вышить в этом году и надеюсь и оформить в этой прекрасной багетки за 400 рублей на рискок это будет стоить в общем на это было все всем спасибо кто посмотрел это видео надеюсь она вам понравилось вы хорошо провели время продуктивно повышевали и просто спасибо вам большое и всем пока пока заходим сюда здесь у нас печь видит он вещи сама семья коллекция утюгов старых не могут ручонки трястись снимаю без стабилизатора смотрите привезли сервис весь это так прям мило сумму на посуду холодильник эти ложки конфеты самовар сбор из бересты что-то сибирь они наверное сибири хотя вот он коробочка не сильно выглядит такой уже старый дать хорошо сохранилась здесь есть небольшое здание сейчас вам покажу заходишь висит зеркало а здесь банька что очень-очень мило еще и Продолжение следует...